Причем это воздействие открытого огня, и вы понимаете, что здесь температура достаточно высокая, очень высокая. Так новый фасад проверяют на горючесть. Он выдержал, а это гарантия нашей безопасности. Сегодня такими панелями утепляют дома по методу термоленда. Он существенно сокращает теплопотери. Как производятся эти работы, какие материалы и оборудование используются. Все о капремонте узнавали руководители и сотрудники профильных подразделений местных администраций. Сегодня видим здесь сейчас начало работ, подготовительность сейчас, этап уже начинается, и по сути один элемент уже готов. И есть дом, который уже собран практически на процентов 90, то есть показать уже полностью саму технологию в завершенном ее виде, как она должна быть. Это инновационное мероприятие для нашего региона, эти обучающие семинары, которые стали уже традицией. Это действительно нужная и важная, необходимая вещь для всех моих коллег, моих руководителей и вообще для жителей, для которых эти услуги будут оказываться в дальнейшем. Все эти работы, они сложные, объемные, они касаются наших жителей. Жители должны по итогам работы получить новое качество своих домов. Все дома после капремонта, они продлевают свой срок эксплуатации. Соответственно, данная программа, она повышает качество жизни наших жителей, и она очень важна для нас, как для администрации. Жители этого дома могут быть спокойны, его утеплили надежно. Теперь он прослужит как минимум 35 лет. Но вот как достичь такого качества, да еще чтобы всех жителей устроило? Ведь вопросов по капремонту всегда много, а вот компетентных ответов мало. Чтобы их стало больше, министерство ЖКХ Московской области решило повысить квалификацию специалистов в этой сфере на местах. Наступает тот период, когда повышаются требования, повышаются и новые знания и технологии. Вот необходимо людей обучить и донести до них новые требования, которые необходимы сейчас при реализации этой программы. По словам заместителя министра, нужно сформировать команду профессионалов, которые могли бы эффективно взаимодействовать с гражданами, давать им разъясняющую информацию, организовывать работу с подрядчиками и сам процесс капремонта. Обучающая программа рассчитана на три дня и включает в себя как практические занятия, знакомство с технологией производства работ, так и теорию. Мы поговорим о том, как планировать, из чего исходить, какие виды работ лучше комбинировать, какие виды работ на какое время года лучше планировать. Программа уникальна тем, что обучение проводят эксперты, которые уже работают в этой сфере, которые делятся своими наработками, своими навыками. И более того, по программе большой блок отводится диджитализации процессов, которые существуют сейчас в жилищно-коммунальном хозяйстве. Это в том числе процессы автоматизации, строительного контроля, устранения недостатков в гарантийный период. Обучение проводили опытные специалисты фонда капитального ремонта. По итогам семинара все слушатели получили сертификаты о повышении квалификации. Здесь вот за эти три дня мы действительно, у нас была такая возможность задать вопросы представителям фонда, задать вопросы, которые нас действительно волнуют, которые волнуют очень часто жителей, и решить те проблемы, которые в принципе иногда, ну не всегда возможно решить на территории. Здесь мы все эти вопросы поднимали, получали всегда очень даже компетентные ответы. Такие встречи планируется проводить раз в квартал. Сфера ЖКХ действительно кардинально меняется в лучшую сторону. И мы вместе с ней. Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова